В Самарской уличной географии около полутора тысячи наименований. Во время экскурсии по городу названия улиц могут стать великолепным гидом, ведь давая проспектам и проездам имена, самарцы еще с дореволюционных времен старались увековечить самые разные явления, события, людей, имеющих прямое или косвенное отношение к родному городу. Чаще всего улицы в городах называют в честь людей, самых разных – писателей, художников, путешественников, ученых, революционеров и государственных деятелей. Преобладают литераторы и военные, за ними следуют революционеры и участники гражданской войны. Если мы о Куйбышеве говорим о том, что на многие годы вперед именно Шверник заложил динамику его развития, то во многих городах Советского Союза могут сказать то же самое. Только в этот момент Шверник не был в их городе, а в нашем он и жил, и принимал решения о его далеком будущем. Поэтому, конечно, роль этого человека для развития нашего города просто колоссальна. Николай Шверник родился 7 мая 1888 года в Санкт-Петербурге. Мальчик вырос в многодетной рабочей семье, окончил церковно-приходскую школу, а затем ремесленное училище. 14-летним подростком с 1902 года начал работать подручным токарем на электромеханическом заводе. 16 января 1915 года в шестую мастерскую Самарского трубочного завода был принят токарем Николай Шверник, впоследствии советский партийный и государственный деятель. И здесь поступил на работу на завод. Вот самое интересное, кстати, что в Самаре самым революционным был по рабочим именно тот завод, который работал на правительство больше, чем все остальные. Тот самый завод трубочный, который делал артиллерийские снаряды для России. Николай Михайлович Шверник – революционер, советский политический деятель, председатель Президиума Верховного Совета СССР в последние годы правления Сталина. В 1915 году за революционную деятельность он вместе с женой был сослан в Самару. Здесь Шверник устраивается работать на трубочный завод, где быстро наладил связи с большевиками и включился в революционную работу. Там было больше всего большевиков, и когда Шверник туда устроился работать, он с удовольствием нашел свою родную среду. В 1916 году он стал одним из руководителей парторганизации завода. В этом же году познакомился с бежавшим в Самару из Симбирской ссылки Валерианом Куйбышевым, который впоследствии способствовал продвижению Шверника по партийной лестнице. Они подружились и активно раскачивали лодку предреволюционной ситуации в Самаре. Потом он поступил, когда начались революционные события, в городской совет, причем на вполне законных основаниях. А в 1918 году даже был как бы руководителем нашего города. Другими названиями мы не совсем привыкли к звучанию должностей тех времен. Но он примерно где-то в районе года руководил нашим городом. За революционную деятельность Шверник был с завода уволен и выслан в Саратов. После февральской революции 1917 года возвращается в Самару. В июне 1918 года принимает активное участие в боях с войсками Чехословацкого легиона, а затем занимает множество различных постов в государственном аппарате. С 1918 года он активный участник подавления антибольшевистских выступлений в Поволжье. После взятия Симбирска устраивает публичный расстрел военнопленных для устрашения населения. Этот поступок Шверника едва не вызвал восстания, недовольны этим были красноармейцы и чекисты. А в июне 1918 года участвовал в боях против Чехословацкого корпуса, обронявшего Самару от красных совместно с Белой армией и называемого большевистской печати «белочехами». В июле-октябре 1918 года военный комиссар 2-го Симбирского стрелкового полка, 1-й сводной Симбирской дивизии, которая свергла первое в России народное антибольшевистское правительство. Николай Михайлович был переведен в Самару, где работал некоторое время председателем горосполкома, а затем до 1921 года занимал небольшие посты по снабжению армии. Во время гражданской войны он участвовал в боях против белочехов, которые в это время вместе с Белой армией держали оборону Самары. Великая Отечественная война вернула Шверников-Куйбышев, причем в такой роли, которую трудно недооценить. И когда у нас назвали улицу в его честь, по-моему, в 1987 году, мне кажется, что основная причина названия не его жизнь тогда в гражданскую войну, в революционных событиях здесь и руководства городом, а именно пребывания в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году Николай Шверник эвакуировался в Куйбышев, как руководитель Государственного совета по эвакуации, который он возглавил 2 июля того же года. Под его руководством менее чем за полгода на восток страны эвакуировали более полторы тысячи предприятий, более 17 миллионов человек, сотни тысяч поголовья скота, многие эшелоны зерна, минеральных удобрений, стройматериалов, музейных ценностей. Всего. В 1941-1942 годах было эвакуировано 2,5 тысячи промышленных предприятий. Только в Куйбышев было эвакуировано около 200 предприятий, в города современной Самарской области еще около 150. За эту работу Шверник в январе 1946 года был награжден Орденом Ленина. То, что мы сейчас называем «Самара космическая», то есть те предприятия, авиационные безымянки, которые сложились в итоге, именно в том виде, то есть вот вся история нашего города, есть такое понятие развития города культурными кодами, то есть когда какое-то воздействие на наш город приводило к его динамике на многие годы вперед. Вот это Шверник. Во многом именно стараниями Шверника Куйбышев стал крупным авиационным центром, выпускавшим штурмовики Ил-2 с модификациями и истребителя МиГ-3, центром по производству шарик-подшипников, которые более 40 миллионов выпустили для той же авиационной, также танковой, автомобильной и двигателестроительной промышленности. Шверник, как вы понимаете, располагал огромным объемом информации, информации невероятной государственной важности. Он знал все секретные предприятия, какие чем занимаются, то есть уровень доверия к человеку был чудовищный. Решение о том, какой завод где расположится, решение о том, как соединить, например, первый завод из Москвы и 18-й из Воронежа, принимал Шверник. А если бы не получилось? А если бы Третьяков с Шенкоманом, директором этих заводов, не сработались бы между собой? А если бы они не смогли выполнить приказ Сталина и наркома авиационной промышленности Шахурина о переходе от выпуска МиГ-3 и старых Ил-2 к общему потоку новых Ил-2? Если бы это был неправильный выбор, кто бы отвечал? То есть вот на Швернике лежала колоссальнейшая ответственность. Еще одним кластером кубышевской промышленности стало производство снарядов, в том числе реактивных, для реактивных минометов, названных в народе «Катюша» и для Ил-2. Как тяжело далась Советскому Союзу первая стадия войны, то есть 41-й год. Мы теряли один город за другим, отступали, надежд особых не было, было все очень тяжело. И Шверник возглавил тогда комитет по эвакуациям. И вот именно эта работа, а именно на этой должности он оказался здесь в октябре 41-го года. И находясь здесь, и не находясь здесь, именно он принимал решение, какой завод из какого города куда переедет. Далее жизнь Шверника с Самарой связан уже не была. Умер он в Москве. В 1950-е годы именем Шверника были названы многочисленные колхозы и совхозы в Советском Союзе. В Санкт-Петербурге 2-й Муринский проспект с 1971 по 1993 годы носил имя Шверника. В Москве, в Сарове и в Самаре есть улица Шверника. Его именем в нашем городе названа улица. Шверник именно заложил динамику его развития. Он сформулировал для нас то будущее, которым мы сейчас располагаем. Согласитесь, и сегодня Самара космическая – это один из наших базовых элементов. 21 мая 1987 года в память о событиях Великой Отечественной войны шестую просеку в промышленном районе Куйбышева переименовали в улицу Шверника. Субтитры создавал DimaTorzok